Субботники в эти дни проходят во многих населенных пунктах Солигорщины. Так жители агрогородка Скавшин дружно вышли на уборку парка. Опавшую листву убирали работники местных организаций и школьники. Сегодня в агрогородке Скавшин в парке традиционно, как и каждый год, мы проводим субботник уборку. Участвуют практически все. У нас, конечно, здесь мало проживает, но на субботнике и школьники, и работники ООО Скавшин сели с полкома, с ФАПа, Дома культуры, вон там дальше. Работаем мы дружно и весело. Также работают в агрогородке Ананчицы работники Дома культуры и ООО «Белслуч». Там тоже есть парк, большая территория. Вы сами видите, что территории у нас огромные. Но мы хотим жить красиво. Наводили порядок и в долгом. Школьники и учителя убирали листву на территории памятных мест. Сейчас сезонная уборка деревьев, видите, очень много. Листьев тоже очень много, поэтому как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть. Мы находимся сейчас на Кургане Славы. Убирают здесь ребята, старшеклассники. Дальше у нас дети, которые посещают военно-патриотический клуб «Патриот». Мы всегда занимаемся благоустройством и Кургана Славы, и памятника второго у нас возле школы, нашему земляку, герою Советскому Союза, Союза Лука Захаровичу Муравицкому. Там вторая группа тоже сейчас там работает. Трудились долговчане и на территории кладбища в соседней деревне Советская Морочь. Там окашивали территорию, убирали мусор, освобождали участок от древесной поросли. Так как у нас в долгом уже мест для хоронений нету, и все хоронятся здесь, попросили освободить место, убрать поросль. Поэтому совместно с работниками ЖКХ и самими жителями организован субботник от уборки ДКР. Это уже наш не первый субботник. Проводили на прошлой неделе, на позапрошлой неделе работали в долгом. Сегодня еще работа организована в долгом по уборке листвы. Конечно, она еще будет, но потихоньку будем убираться, потому что неизвестно, как погода еще постоит, не постоит. Поэтому по возможности все убираем. Хорошо потрудились работники предприятий и организаций Красной Слободы. На субботник сегодня вышло более 140 человек. В Красной Слободе в рамках наведения порядка на земле проходит субботник. В субботнике приняли участие работники всех организаций, предприятий, учреждений, образований, здравоохранения, расположенных на территории сельсовета. Все с большим энтузиазмом приняли участие, с хорошим настроением вышли люди. Но поскольку это у нас проходит ежегодно, поэтому все уже ждали, когда будет сигнал, для того, чтобы все вместе, командой выйти и поработать, навести порядок на нашей земле. Мы, как и все, вышли на субботник. Мы гордимся своим районом, Красной Слободой. Мы гордимся своим пансионатом. У нас очень добрые, отзывчивые люди. Ну, вышли помочь. Работы велись в Центральном парке, на территориях школы, Дома детского творчества, сели с полкома, больницы в лесном массиве. В рамках акции «Дай лесу новое житье» на площади более 4,5 гектаров было высажено 11 тысяч саженцев сосны и 2 тысячи молодых березок. Нужно дружно, чтобы все было, ну, не знаю, поработать же вместе, интереснее, наверное. Самое же приятно, когда идешь не в листьях, все чисто, не зеленая трава, еще можно как бы порадоваться, да, еще, ну, все хорошо и самой приятно, лучше же, чем вот. Коллектив сгружает, дружно тогда все. Посмотрите, наш коллектив маленький совсем, а вот все вышли, классно, и все, работаем, веселимся. Ну вот, отработали. Чтобы красивым был поселок. Мне не тяжело, я считаю, что нужно помочь. Хорошим надо помогать, потому что, чтобы было чисто и чтобы было красиво. В благоустройстве родной земли приняли участие представители селесполкома, депутатского корпуса, работники ПМК-9, Солигорского отстроя, рыбхоза «Красная Слобода», Солигорского райагросервиса, пансионата «Доверие», Краснослободской средней школы и других учреждений, расположенных на территории Красной Слободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова